Бокер Трофт, друзья, и сегодня одна Мишна, девятая Мишна, четвертой главы трактата Бавакама. Говорит она так, Мссаро, если человек передал своего быка до шомерхинаму, бесплатному шторожу. Итак, мы знаем, что существует четыре вида хранения, то есть четыре вида передачи своего имущества на сохранность другим людям. Первый тип называется шомерхинам. Когда ты просто говоришь, слушай, друг, помоги мне, присмотри за моим быком, бесплатно, просто, по-дружески. Тот говорит, окей, ладно, это называется бесплатный сторож. Шоэль. Шоэль – это обратная ситуация. Человек говорит, слушай, можно, пожалуйста, твоего быка, он у меня побудет какое-то время, потопчет мне землю. Ты говоришь, ну ладно, возьми, тоже бесплатно. Никто, от кого ничего друг от друга не хочет. Только обратная ситуация. Первый раз попросил хозяин быка, второй раз попросил сам, там, другой человек у хозяина быка. Не, бык пока – это третья ситуация. Леносе сахар. Теперь платные варианты. То есть ты говоришь ему, слушай, да, я тебе дам своего быка 100 долларов в час. Окей. Да? Или обратная ситуация. Ла Сухер. Этот приходит и говорит, можно, пожалуйста, вашего быка? Я плачу 100 долларов в час. Так вот, во всех этих ситуациях, Шоэль, Шоэль, Носе Сахар или Сухер, во всех этих ситуациях хозяином быка в качестве ответственности становится этот Шоэр. Теперь, то есть имеется в виду, они становятся хозяевами. Теперь все, что мы учили, если этот бык теперь психанет, кого-то задавит, разобьет кувшины, что-то случится, отвечать будет не хозяин быка, а вот этот вот Шоэр, вот этот вот как раз-таки охранник, который взял этого быка. Неважно, на каких условиях, даже если человек сказал, что бесплатно, если человек скажет... Что? С первой минуты, да. Как только вот он его взял, потянул его, все, теперь он за него отвечает. Неважно, платно он это делает, бесплатно он это делает, да, у себя, у него, как бы там ни было, четыре способа, да, мы сказали, что теперь хозяином и в ответственности становится этот охранник, да, у кого на хранении бык. Муадма шалэм нэзэк шалэм. И поэтому, если этот бык оказал, был муадом, и он кому-то что-то нанес ущерб, этот Шоэр будет платить сто процентов от ущерба. Если этот бык спокойным был быком, тогда этот Шоэр будет платить половину от ущерба. Кшароба алаба мусера. Теперь очень интересно, да, мы говорим про преступную халатность, ты за быком не уследил. А если нет, человек еще как уследил, он привязал быка, как положено, да, винааль бефанав и закрыл дверь за гон, как положено. Все сделал правильно. Караул, но выяца, но бык, знаете, бык, он, что-то у него было настроение, он все разрушил, вышел через стену, да, выязик и нанес ущерб. Говорит Раби Мэйр, знаешь что, уважаемый, ты все равно будешь отвечать за ущерб своего быка. Так считал Раби Мэйр. Потому что, слушай, говорит, друг мой, ну твой бык, ты должен был его действительно за ним присматривать максимально. На цепь, значит, его надо было сажать. Он так и пишет, да, на железную цепь, чтобы он ее не мог порвать, да, хотя вообще обычно, конечно, привязать быка этого достаточно, но, слушай, ну вот так, значит, у тебя такой бык, ты должен был понимать. Или закрывать его в такой загон, который, там, не знаю, да, железобетонный, чтобы он не мог оттуда выйти. Но Раби Иуда, слушай, говорит, ну там хаяф, если действительно этот бык был спокойным быком, и он вырвался, тогда, да, человек будет платить хацинеско, половину. Но если бык был агрессивным, тогда человек свободен от выплаты. Потому что, да, сказано в Торе, и не усмотрит за ним хозяин, то есть не будет присматривать за ним хозяин, и он нанесет ущерб. А этот хозяин, он присматривал, он его за гон закрыл, он замок повесил, он его там привязал, он сделал все, что мог, да, а история следует, что именно у тебя был муад, и ты за ним не, то есть ты ничего не сделал, да, он у тебя свободно гулял. Вот тогда ты отвечаешь. Да, но Мири обещает, что речь здесь, так теперь, когда говорит раб Иуда, что ты за него не отвечаешь, если ты его привязал на веревочку и закрыл его в загоне, он имел в виду, ты не отвечаешь 100%. Ты отвечаешь так же, как за спокойного, 50-50. Про спокойного быка Тора не написала, чтобы ты за ним не усмотрел, поэтому неважно, усмотрел, не усмотрел, действительно, все согласны, твой бык надо было еще лучше охранять, да, будешь платить половину. Но за муада Тора сказала, поэтому за муада тоже будет половина, если ты за него, если как бы он был надлежащим образом обезопасен, да, то есть ты сделал все правильно, а он все равно вырвался, окей, мы тогда сделаем скидку хозяину, скажем, ну, да, ну что он мог сделать, как бы, но все равно плати, плати, но плати как за быка спокойного, половину от нанесенного им ущерба. Раби Резер же говорит, нету охраны для быка, кроме как нож, да, то есть говорит Раби Резер, слушайте, ребят, это бык, да, какой, значит, что значит, да, держать его, да, единственный способ такого быка держать, это его зарезать, и поэтому, говорит, большая митцва, говорит Раби Резер, если тебе трижды приходили люди и говорят, что твой бык кидается, может кого-то убить, у тебя большая митцва, его зарезать, пока не случилось горе, да, ты будешь потом бегать в платье просто зарезать, как бы, и это называется шмира, все остальное, веревочки, загоны, говорит Раби Резер, это не серьезно, это все до поры до времени, бык вырвется, и кто-то пострадает, да, поэтому на хозяине, на хозяине, как бы, ответственность, да, позаботиться о том, чтобы бык действительно не мог никому навредить, его зарезать. Сегодняшняя мечта была... Это была сегодняшняя мечта, всем отличного дня, желаю. Спасибо.